Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 мая. Житие преподобного Отца нашего Феодосия, игумена Печерского. После преподобного и богоносного Отца нашего Антония Печерского, великим светильником русской земли и доблестным подвижником славной Киево-Печерской Лавры, был преподобный и богоносный Отец наш, Феодосий, прославленный от Бога многочисленными подвигами и чудесами. Для всех желающих познакомиться с житием этого славного мужа, подробное сведение о нем сохранил нам преподобный Нестор Литописис Печерский. Как верный небесный свидетель, он предлагает нам достоверное сведение о жизни преподобного Феодосия. На основании этого жития с небольшими сокращениями составлены предлагаемые здесь повествования. Родиной преподобного и богоносного Отца нашего Феодосия был один из городов русской земли Васильев. С именем Василькова существует в настоящее время и представляет собой въездный город Киевской губернии. Благоверные родители с ранних лет воспитывали своего сына в благочестии. Когда же он подрос, отдали его учиться грамоте. Скоро Феодосий столь основательно изучил Божественное Писание, что все удивлялись его разуму и мудрости. С отроческих лет Феодосий каждый день ревностно посещал Храм Божий и со вниманием, слушая все, что здесь читалось и пелось, всегда до конца выстаивал церковные службы. Уже в эти годы он сторонился своих сверстников и не принимал никакого участия в детских играх. Когда Феодосий исполнилось 13 лет, родители его по какой-то причине должны были переселиться в Курск, город, лежащий ближе к центру русской земли. Здесь в скором времени, согласно велению Божественного Промысла, суждено было умереть его отцу, праведная душа которого переселилась из Юдоли земной в обители небесные. Лишившись отца, 13-летний Феодосий жил с матерью, укрепляемой слитами благодатью Божию. После смерти отца своего земного Феодосий начал еще ревностнее заботиться о снискании себе вечной жизни на небесах. Он жаждал богоугодных дел и удалялся от каких бы то ни было мирских удовольствий, перестал одеваться в дорогие одежды и носил только бедное платье. Он всегда имел лишь одно желание – достичь спасения. Однажды Феодосий случилось встретиться со странниками из Иерусалима. Заинтересовавшись их рассказами и воспылавшись сильной любовью к святым местам, блаженный юноша упросил их вместе с ним посетить те святые места, где обитал, и пролил свою бесценную кровь ради нашего спасения спаситель мира. И вот, исполняя свое намерение, Феодосий ночью, тайно от матери, отправляется в далекий путь. Мать же три дня вся в слезах, искала его по городу до тех пор, пока не узнала, куда он пошел. Тогда мать с младшим сыном тотчас отправилась за ним, и, догнавши его, в сильном гневе стала наносить ему жестокие побои, повергая его на землю и попирая ногами. Затем, приведя его домой, она заперла его в комнате. Все это Феодосий сносил без ропота, даже с благодарностью. Наконец мать сжалилась над ним и, освободив его со слезами, начала упрашивать его не уходить никуда из ее дома. Тогда Феодосий возвратился к своим прежним подвигам и по-прежнему каждый день посещал церковь. Заметив раз, что в церкви часто не совершалось божественной литургии по недостатку просвор, Феодосий решил сам приготовлять хлеб, приносимый жертву Богу. С этой целью Феодосий покупал пшеницу, маловую своими руками, и пек из нее просворы, которые приносил в дар церкви. Если же ему приходилось получать немного денег от тех, кто подавал просворы на проскомидию, то Феодосий отдавал их нищим. Такую жизнь вел он года два или немного более, не обращая внимания на препятствия, которые ставил ему в этом деле враг рода человеческого дьявол. По внушению дьявола на Феодосия за это негодовали его сверстники, которые старались вооружить против него даже его мать. Мать говорила Феодосию, прошу тебя, дитя, оставь свою работу, и ею ты возбуждаешь нарекания на свой род. Блаженный же отрок со смирением отвечал ей, послушай меня, мать, прошу тебя, сам Господь Бог наш Иисус Христос смирил себя ради нас, и тем дал пример нам, чтобы и мы смирялись ради Него. Он сам на тайной вечере притворил хлеб в свое тело. За что же можно порицать или упрекать человека, приготовляющего хлеб, на котором должна совершаться эта великая тайна притворения хлеба в тело Христова? Услышав такой ответ, мать весьма удивилась премудростью отрока и с этого времени оставила его в покое. Однако дьявол не переставал возбуждать ее против смиренного и трудолюбивого отрока и внушал ей запретить сыну приготовлять просфоры. По прошествии года мать, убедав Феодосию текущим просфорой и загоревшим от печного жара, опять начала убеждать его оставить печенье просфор. Она действовала на сына иногда ласками, иногда угрозами, а иногда даже и побоями. Блаженный юноша, не зная, что делать, встав ночью, тайно вышел из дому. Ушедший отсюда в соседний город, он поселился у пресвитера, где и продолжал свои труды. Мать снова разыскала его и, нанесшая ему побои, заставила его опять вернуться в свой город. Начальник города Курска, заметив смирение и благоговейные молитвы в церкви Блаженного Феодосия, подарил ему для ношения светлую одежду. Поносив непродолжительное время новую одежду, Феодосия отдал ее нищим. Начальник города снова одел его в еще лучшую одежду, но и ту отрок отдал нищим. Таким образом Феодосий поступал много раз. После этого Блаженный отправился в кузницу и поручил там кузнецу сковать себе железный пояс в виде цепи. Этот тесный, до крови врезавшийся в тело пояс он надел прямо на тело и с тех пор никогда уже его не снимал. Раз в праздник начальник города приказал Феодосию присутствовать на его званом обеде, желая, чтобы отрок прислуживал его гостям. Собираясь на обед, отрок по наставлению матери должен был одеться в праздничную одежду. И вот когда он стал одеваться, мать увидала на его хитоне нижней одежде кровь, как ни старался отрок скрыть это от нее. Желая узнать, почему тело отрока было в крови, мать стала внимательно вглядывать и, заметив на теле юноши железный пояс, убедилась, что кровь текла из ран от врезавшегося в тело железного пояса. Разгневавшись на Феодосию, мать разорвала на нем хитоны с побоями и сняла с сына пояс. А блаженный, как будто ничего не испытав обидного, оделся и с великой скромностью прислуживал на обеде начальнику города и его гостям. Спустя некоторое время Феодосию пришлось услышать в церкви евангельские слова «Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня». И еще «Мать моя и братья мои, сии суть, слышащие Слово Божие и творящие его». Воспоменившись к подвигам этими словами, Феодосий тайно ушел из дома в город Киев. Здесь он услыхал о строго иноческой жизни в пещере преподобного Антония. И заинтересовавшись рассказами о нем, восхотел посетить преподобного от старца. Придя в пещеру к Антонию, Феодосий пал на колени перед ним. И со слезами начал упрашивать принять его к себе для иноческих подвигов. Преподобный же Антоний, выслушав его, так сказал ему. «Отрок, ты видишь, как мрачно и тесно эта пещера. Ты не вынесешь здешних неудобств». На это боговдохновенный юноша с умилением отвечал. «Бог меня привел в твою святую пещеру, ясно предуказуя, что мне должно спастись через тебя. Я буду исполнять все, что ты мне не прикажешь». Тогда преподобный Антоний с любовью принял его к себе и, благословив, отдал на попечение образованному священнику, блаженному Никону, который скоро и постриг юношу в единочество. Пострижение Феодосий принял 23 лет от роду, вскоре же после смерти благоверного князя Киевска Ярослава Владимировича. Это было в 1055-1056 году. Ярослав I Владимирович княжил с 19 по 54 годы. Приняв святой иноческий чин, преподобный Феодосий всего себя отдал на служение Богу и усердно исполнял волю своего старца Антония. Он ревностно исполнял великие иноческие труды, как подвижник, восприявший Иго Христова. Он, превозмогая дремоту, целой ночью он бодрствовал в словословии Бога, и днем же удручая плоть свою воздержанием и постом, исполнял разные тяжелые работы. Такое благонравие, смирение и бодрость и трудолюбие юноши вызывали удивление даже в преподобном Антонии и блаженном Никоне. Видя праведную жизнь Феодосии, оба они прославлялись за это Бога. Между тем, мать Феодосия, тщетно проискав сына в своем городе и в его окрестностях, оплакивала уже его, как умершего. Только потом, спустя уже много времени, узнала она о пострижении своего сына в Киеве у преподобного Антония в пещере. Тогда она пошла к этому старцу и просила его выйти из пещеры к ней. Когда старец наконец вышел к ней, она в связях обратилась к нему с усердной просьбой показать ей сына. Узнав от старца о просьбе матери, юноша сильно смутился тем, что никак не мог скрыться от нее. Однако в нем увещанием Антония вышел из пещеры к матери. Увидев сына иноком с лицом, похудевшим от великих подвигов и трудов, мать пала к нему на грудь и горько плача говорила ему. — Возвратись ко мне в дом, сын мой, и делай по своей воле все, что считаешь полезным для спасения души твоей. Когда же я умру, то предай мое тело земле, и тогда возвратись в эту пещеру. Без тебя же жить я не могу. Блаженный юноша отвечал ей, останься, мать, здесь в Киеве и постригись в женском монастыре, и тогда ты получишь возможность иногда приходить ко мне для свидания. Этим ты стяжаешься для себя спасения и сподобишься лицезреть Бога в вечной жизни. Но мать не хотела и слушать сына. Когда блаженный, возвратясь в пещеру, начал усердно молиться Богу о спасении души своей матери. И Бог услышал молитву своего угодника. Через несколько дней мать, пришедшая к нему, сказала, сын мой, я поступаю по твоему совету и не возвращусь уже более домой. Постригшись по воле Божией, проведу остаток дней в женском монастыре, потому что я убедилась, как ты мне сказала, что маловременный мир сей ничто. Узнав об этом, блаженный возрадовался духом и рассказал о намерении матери своей, преподобному Антонию. Последний прославил Бога за обращение сердца его матери на путь истины. И, выйдя из пещеры, долго поучал ее душеспасительными беседами. А затем он направил ее в женский монастырь святого Николая, где она и приняла пострижение. Прожив здесь благочестно несколько лет, мать Реодосия в мире отошла к Богу. Окончательно отрекшись от всяких мирских забот после пострижения матери, блаженный Феодосий вместе с преподобным Антонием и блаженным Никоном еще ревно с ней стал подвязаться в трудах иноческих. В сообществе старца Феодосий скоро проявил свою силу побеждать злых духов, воздействию на них постом и молитвою. В этом помогал им сам Бог, который сказал, где вас двое или трое будут собраны во имя мое, там и я посреди их. Когда блаженному Никону нужно было уйти из монастыря для более усиленного подвига в другое место, Блаженный Феодосий по воле Божией и по Божьей пожеланию преподобного Антония был посвящен в Иерее. Это было в 1056-57 году. Приняв этот сан, он старался ежедневно с великим благоговением совершать божественную литургию. Вскоре после посвящения Феодосия преподобный Антоний, собрав в пещере 12 иноков из братьев, поставил им в Игумена Блаженного Варлаама, а сам ушел оттуда и стал подвязаться в другой выкопанной им самим пещере, когда почтенный Иерейским саном благоговейный отец наш Феодосий, оставшийся в Антонийовой пещере вместе с Блаженным Игуменом Варлаамом, сообща поставили над пещерой небольшую церковь в честь Претвятой Богородицы, предназначив ее для общей братской молитвы. Святой Феодосий превосходил тогда всех своими великими подвигами, постом, бодростью, ручной работой, а более всего смирением и послушанием. Он помогал братьям, иногда нося воду, иногда доставляя из лесу дрова, иногда же исполнял по ночам назначенный другим инокам работу, и при том он всегда бодрствовал целыми ночами, стоя на молитве. Иногда ночью, летом он восходил наверх пещеры и, обнажив до пояса свое тело, придавал его жалу многочисленных овозов и комаров. В это время руками своими он прял волну, а устами воспевал стихи из Псалтири. Вследствие многочисленных ужалений и поранений насекомых все тело его обогрялось кровью, но он недвижно сидел, не трогаясь с места до тех пор, пока не ударяли к утренне. В церковь он опять приходил первым, и стар на своем месте неотступно совершал церковные молитвы, не развлекаясь суетными мыслями. Из церкви выходил он после всех. Видя все это, все дивились его смирению и терпению, и относились к нему с любовью, как к отцу. Спустя некоторое время, блаженный Варлам, начальник братьев пещерников, был назначен князем Изяславом Игуменом в монастырь святого великомученика Дмитрия. Тогда, по желании и просьбе всех братьев, преподобный Антоний призвал к себе святого Феодосия, благословил его на игуменство над двенадцатью братьями, находившимися тогда в пещерской обители. Достохвальный же этот игумен, преподобный отец наш Феодосий, и в этом высоком сане не изменил своего смиренного образа жизни, и по-прежнему строго следил за своими поступками, сам себе подавая образ добрых дел. Раньше всех исполнял работы, приходил раньше других в церковь на богослужение, и позже всех уходил отсюда. Богоугодными молитвами этого праведника стал отсвести и богатеть с того времени пещерская обитель. Так исполнилось сказанное в Божественном Писании. Праведник, как финик, просветет, и как кедр ливанский умножится. И действительно, подобно тому, как семя, благодатью Божию в доброй почве приносит плод во сто крат, так и святой Феодосий увеличил число братьев-пещерников. Мало-помало он собрал в свою обитель человек сто братьев, жизнь которых свела добрыми нравами. Многие из братьев приносили плоды, достойные покаяния. По причине значительного увеличения числа братьев, пещера оказалась тесной, что мешало инокам строгости провождать безмолвную жизнь. Также и церковь оказалась слишком тесной для общей молитвы. Вследствие этого преподобный Феодосий избрал одно красивое место, находившееся недалеко от пещеры, достаточно обширное для возведения на нем монастырских стен. И вознамерился построить здесь обитель. С благословения преподобного Антония он испросил это место у христолюбивого князя Изислава. И затем при помощи Божией вскоре соорудил на нем просторную деревянную церковь в честь успения Пресвятой Богородицы. Затем он возвел там монастырские стены, и, построив достаточное число келей, переселился с братьев в новую обитель. Раз эту обитель посетил блаженный Ефрем. Святой Ефрем путешествовал в Константинополь, где и писал устав студийского монастыря. От него-то и привел бог Феодосия познакомиться подробно со студийским уставом монашеского жития. Получив от Ефрема полный список устава Святой и Студийской обители, Феодосий стал во всем ему следовать и в делах своей обители. А впоследствии этот устав приняли и все остальные русские монастыри, следуя примеру древнейшего Печорского монастыря. Преподобный Феодосий усердно поучал учеников своих, возбуждая их к истинному покаянию. Сей преподобный учитель имел обычай каждую ночь обходить кельи и братья. Таким путем он знакомился с образом жизни братья и узнавал степень усердия в подвигах каждого брата. Он радовался и славил Бога, когда, обходя кельи, слышал молитву инока. Когда же приходилось ему услыхать после вечерней молитвы разговор двух или трех сошедших келью для беседы иноков, то Феодосий, давая знать о своем присутствии, ударял рукой в двери и с сокрушенным сердцем отходил прочь. На следующий день он призывал к себе провинившихся и, не обличая прямо притчами, вызывал их на раскаяние. Кроткий сердцем брат тотчас сознавал свою вину, просил прощения, а ожесточенный, думая, что игумен говорит в притчах о постороннем лице, а не о нем самом, не сознавался в своем поступке до тех пор, пока преподобный прямо, не обличив его, не налагал на виновного эпитемию. Так Феодосий учил братья прилежно молиться Богу, не разговаривать после вечерней молитвы, и тем более не ходить из келья в келью для беседы. Он учил молиться каждому в своей келье, а при исполнении ручной работы всегда читал вслух псалмы Давида. Во время его жизни иноки, казалось, были равны подвигами, своими ангелам Божиим, а монастырь Петерский уподоблялся, как бы обители небесные. Действительно, в своей обители преподобный Отец наш Феодосий просиял светом добрых дел, как великий светильник небесный. За свою праведную жизнь Феодосий еще при жизни своей был прославлен Богом перед людьми, будучи осееваем видимым светом. Это случилось при следующих обстоятельствах. Раз в темную ночь игумен монастыря святого архистратига Михаила Сафроний возвращался к себе мимо Феодосиевой обители. Вдруг пристал глазам его необычайный свет, сиявший над монастырем праведника. Пораженный необыкновенным явлением, Сафроний прославил Бога, говоря, «Сколь велико милосердие твое, Господи! Ты дал людям в этом месте светильник в лице Феодосия, и он своим сиянием просвещает монастырь». Подобные явления наблюдались много раз и другими людьми. А так как народ говорил много об этом, то слух о том дошел и до князя его бояр. Сияния эти были отражением света праведной жизни святого старца. Так все объясняли себе это явление. Блаженный Феодосий пользовался большой любовью и христолюбивого князя Изислава, занявшего княжеский престол в Киеве после своего отца Изислава. Изислав часто приходил к преподобному насладиться его боговдохновенной беседой. Надо заметить, что преподобный отец наш Феодосий отдавал своему привратнику строгий наказ в промежуток времени между обедней и вечерней не отворять ворот и никого не впускать в монастырь. Этим он хотел дать возможность братья отдохнуть днем перед продолжительными ночными молитвами и утренним песнопением. Однажды в эти часы приехал верхом христолюбивый князь Изислав в сопровождении отрока. До этого времени князь никогда не ездил в монастырь верхом. Сойдя с коня, Изислав подошел к воротам и постучал, приказывая привратнику отворить их. Привратник объяснил ему, что по приказанию игумена нельзя ни для кого отворять ворот до вечерни. Тогда князь, желая объяснить привратнику, кто он сказал, это я, отвори одному мне. Привратник же, не зная, что с ним говорит, князь отвечал, говорю тебе. Игумен никому не велел отворять ворот, даже самому князю, если бы он пришел. Поэтому, если хочешь, подожди немного до вечерни. Я князь, сказал Изислав, неужели ты не отворишь мне? Вратарь, нагнувшись под ворота, уверился, что это князь, но ворот все-таки не отворил, а пошел известить об этом преподобного. Князь же вынужден был терпеливо дожидаться у ворот. Потом вышел преподобный и, увидя князя, поклонился ему. Тогда князь стал говорить святому Феодосию, как строг отец твой приказ, инок говорит, что ты не велел спускать даже самого князя. Преподобный отвечал, это для того, благие владыка, чтобы братья немного отдохнули в полдень перед наступлением, наступающим ночным молительным трудом. Но твое похвальное стремление к Пресвятой Владычице нашей Богородице благо и спасительны для твоей души. И мы весьма радуемся твоему приходу к нам. Тогда они вошли в церковь. Здесь после молитвы, прочтенной преподобным Христолюбивой, князь насладился душеполезной беседой со святым Феодосием. Затем князь с большой пользой для себя возвратился к себе домой, славя Бога. С этого дня Изяслав еще больше привязался к святому. И, видя в нем человека, подобного древним святым отцам, стал во всем руководствоваться его советами. Несмотря на почтение, оказываемое ему князем и вельможами, преподобный отец наш Феодосий нисколько не возгордился этим. Но поистине, как светило ярко сияет во тьме, так и он, облегшись еще в большее смирение, стал еще более трудиться, уча своих учеников не только словами, но и делом. Не взирая на свой игуменский сан, святой Феодосий часто заходил в хлебопекарню и работал там вместе с пекарями, меся тесто и выкатывая хлебы. Преподобный не сокрывал в землю данный ему от Бога талант крепости телесной, но всегда, веселясь духом, своей бодростью подкреплял и других, убеждая никогда не ослабевать в усердии к своему делу. Однажды, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, Келар Феодор пришел к преподобному и сказал, что в поваре не хватило воды, а носить ее некому. Тогда преподобный Став тотчас же сам принялся носить воду из колодца, а один из братьев, увидав игумена за этим занятием, поспешил рассказать об этом прочим инокам, а те с большой поспешностью собрались и наносили воды с избытком. Был и другой подобный случай. Раз не приготовили в достаточном количестве дров для варки пищи, Келар опять явился к преподобному и сказал, прикажи отче кому-нибудь незанятому из братьев пойти приготовить необходимое количество дров. Я не занят, я и пойду, отвечал преподобный. Этот разговор происходил в обеденный час. Блаженный, взяв топор, пошел и начал сам рубить дрова, а прочие братьи велел идти обедать. Вышедшие из трапезной после обеда иноки увидели своего игумена за работой. Устыженные его смирением, монахи сами взяли за топоры и приготовили столько дров, что хватило их на несколько дней. Когда Печорский монастырь возвратился из своего подвижнического путешествия, постригший преподобного блаженный Никон, то преподобный Феодосий оказывал ему всякое почтение, как отцу, несмотря на то, что сам тогда был в сане игумена. И когда у блаженного Никона случался недостаток в нитках для сшивания книг, он занимался этим, Феодосий прял ему нитки. Таковы были смирение и простота в разнообразных трудах и занятиях бога вдохновенного мужа. И одежду игумен носил скромную и бедную, на теле жесткую власяницу, а поверх другую и очень поношенную. Это он надевал, чтобы не показывать людям нижние колючие власяницы. Однажды преподобный отправился по какому-то делу к христолюбимому князю Изяславу. А так как последний находился в это время далеко от города, то Феодосию пришлось промедлить там до вечера. Когда он стал собираться домой, христолюбивый князь велел отвезти его в монастырь на своей колеснице. На пути, вешавший его отрок, виденная преподобным плохую ей одежду и думая, что это не игумен, а простой инок сказал ему, «Чернец, сядь на коня, а я сяду на колесницу». Преподобный тот час же смиренно сошел с колесницы, уступив место на ней отроку, а сам или шел подле, или когда уставал, садился на коня верхом. Так ехали они ночью. При рассвете начали попадаться им навстречу вельможи, ехавшие к князю. Последние, узнав преподобного, сходились с коней и низко кланялись ему. Тогда преподобный обратился к отроку и сказал, «Вот уже день, встань с колесницы и сядь на своего коня». Отрок же, увидев, что преподобному кланяется вельможи, испугался и, сойдя с колесницы, сел на коня. Между тем встречные все чаще стали приветствовать преподобного, когда он сел в колесницу. Сопутствовавший же ему отрок еще более приходил от того в смущение. Когда они приехали таким образом к монастырю, навстречу преподобному вышли все братья и приветствовали его земным поклоном. Отрок пришел в еще больший ужас, недоумевая, кто это, которому все поклоняются. Преподобный же, взяв его за руку, повел в трапезную и там велел накормить и напоить его, а затем отпустил его с подарками. Этот случай стал всем известен от самого отрока, преподобный же никому об этом не рассказывал, так как всегда учил братью ни в чем, никогда не возноситься, но всегда пребывать в распирении и ставить себя ниже всех. Вот такому-то смирению учил преподобный свою братью. Между прочим, он учил при начале всякого дела и спрашивать благословение у старшего памятные слова Писания. «Сея о благословении, о благословении и пожнет». Справедливость этого изречения он показал на деле. У него был обычай. Когда приходили к нему по своей нужде благочестивые люди, преподобный, преподав божественные наставления, отпускал их из монастырских запасов им хлеб и горячую пищу. Однажды сам князь попробовал у него монастырского кушанья, сказал преподобному. «Ты знаешь, отче, что мой дом наполнен всеми благами мира, но я никогда не ел с такой сладостью, как здесь. Мои рабы хотя и приготовляют различные дорогие кушани, но они не так сладки, как эти. Молю тебя, отче, скажи мне, почему такая сладость в вашей пище?» Блаженный же Феодосий отвечал на это. «Если, благий владыка, ты хочешь знать, почему это, послушай, я тебе скажу. Когда наша братья собирается варить горячую пищу или печь хлебы, она соблюдает такой порядок. Прежде всего приходит инок к игумену и берет у него благословение. Потом, поклонившись перед святым алтарем, три раза до земли зажигает свечу от алтаря и этим огнем разжигает дрова в поварни и хлебни. А когда нужно вливать воду в котел, инок говорит старейшему «благослови, отче». Последний же отвечает «бог благословить тебя, брат». Всякое дело таким образом начинается у нас с благословения, поэтому и сладость бывает в кушаньях. А твои рабы, я думаю, работают бронясь, рабща и клевеща друг на друга, может быть, даже часто принимая побои от своих начальников. Поэтому и дело их не без греха совершаемое, бывает не сладость. Выслышав это, князь сказал, «Поистине, отче, это так, как ты говоришь». Когда преподобному случалось услышать о каком-нибудь кушании, что оно совершается не с благословения старшего и вопреки иноческим правилам, то, называя это кушание вражеским, он не позволял, чтобы благословенное его стадо вкусило его. Приготовленную же таким образом пищу, приказывал бросать в воду или в огонь. Так случилось и тогда, когда преподобный с братьями отправлялся на праздник святого великомученика Димитрия в соседний монастырь имени всего святого. В этот день какими-то благочестивыми людьми были присланы в монастырь очень вкусные хлебы. Теодосий велел Келарю подать их в тот же день к трапезе оставшейся братьев. Но Келарь не послушал его приказа, не думая про себя. Вот когда все братья соберутся завтра, тогда и подам к обеду эти хлебы, а сегодня оставшиеся иноки пусть едят обыкновенный монастырский хлеб. Так он и поступил. На следующий день к обеду возвратился в монастырь игумен с братьями. Во время трапезы преподобный, заметив, что поданы именно присланные в дар хлебы, позвал Келаря и спросил его, «Откуда эти хлебы?» Келарь отвечал, «Хлебы эти принесены еще вчера, но я не подал их в этот день, потому что на обеде присутствовало мало братьев. Я думал, что лучше предложить вкусные хлебы всей братьев, когда они соберутся вместе». Преподобный же сказал ему, «Лучше было бы тебе не заботиться о наступающем дне, а делать по моему приказанию. Ведь Господь всегда нас пекущийся и сегодня подал бы нам все, что необходимо, и даже более того». Затем он велел собрать нарезанные лампи хлеба в корзину и кинуть их в реку. А на Келаря, как на ослушавшегося его приказания, наложить епитимию, наложил. Так он поступал и с другими иноками, когда они в чем-нибудь ослушивались старших. Замечая, что иноки не совсем оставляют работу о завтрашнем дне и приобретении временных благ, а это противоречило монашеским обетам, преподобный Феодосий учил свою братью исследовать добродетели нестяжания. Он говорил, что иноки должны обогащаться верою и надеждой на Бога, а не искать пленного имущества. Он часто обходил кельи. Если находил у кого лишнее, не положенное по уставу, было ли то пища, одежда или еще что другое, он брал это и бросал в печь, как исходящее от дьявола и противное уставу монастырскому. Преподобный так увещевал братью к добродетельному нестяжанию. «Нехорошо нам, инокам, отказавшимся от всего мирского, собирать в кельях суетные вещи. Как мы будем приносить Богу чистую молитву, когда храним в своей келье сокровище тленное? Ведь вы слышали слова Господа, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Еще, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется все, что ты приготовил?» «Поэтому, братья», — говорил он, «будем довольны установленной одеждой и пищей, предлагаемой на трапезе, а в кельях не подобает нам иметь ничего подобного. Итак, со всяким усердием от всего сердца будем возносить к Богу чистую молитву». Так увещевал братьев святой Феодосий с великим смирением и слезами. Преподобный был милосерк кроток, не вспыльчив, и всем оказывал внимание. Так, когда случалось, что кто-нибудь из нестяжательного его стада ослабевал духом и уходил из монастыря, тогда преподобный с великой печали и скорби об ушедшем молился со слезами Богу, чтобы он возвратил назад отлучившийся от его стада овцу. Так он молился до тех пор, пока ушедший не возвращался. В числе его братьев был один инок, отличавшийся большим непостоянством. Он часто убегал из монастыря. И всякий раз, когда он возвращался, преподобный с радостью принимал его назад, говоря, что Бог не оставит его и не допустит скончать ему жизнь его вне монастыря. «Хотя он и многократно уходит от нас», — говорил преподобный, «но все-таки окончит жизнь в нашем монастыре». И со слезами молил Бога не спослать брату терпения. Однажды этот брат пропадал особенно долго, но все-таки возвратился и по обыкновению стал просить преподобного снова принять его. Поистине милостивый Феодосий теперь принял его с радостью и присоединил к своему стаду возвратившуюся заблудшую овцу. Возвратившись после продолжительной отлучки, брат тот принес и положил перед преподобным небольшую сумму денег, заработанную им своими руками. Он занимался шитьем одежды. Тогда преподобный сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, возьми это и брось в горящую печь, потому что принесенное тобой есть дело ослушания». Он же, как истинно кающийся, собрал все и по повелению преподобного бросил стечь и сжег. С этого времени брат, не отлучаясь, жил в монастыре, проводя остаток дней своих в покаянии. И здесь, по предсказаниям преподобного, с миром скончался. Преподобный Феодосий был очень милостерд к бедным. Он построил близ монастыря двор с церковью во имя святого первомученика Стефана и там поселил нищих, слепых, хромых и прокаженных, а все необходимое для них отпускал из монастыря. На это употреблялась десятая часть монастырского дохода. Кроме этого, преподобный каждую субботу посылал ввоз хлеба заключенным в темницах и тюрьмах. Преподобный отец наш Феодосий был милосерден не только к бедным, но даже и к наносящим вред его монастырю. Так однажды в окрестностях монастыря поймали разбойников, пришедших туда для кражи, и привели их к игумену. Видя их связанными и в угнетенном состоянии духа, преподобный прослезился и велел развязать их. Накормив и напоив их, он поучал их не делать никому обиды, но быть довольным каждому плодами своих трудов. Затем дав им достаточно денег, он отпустил покаявшихся разбойников с миром. Преподобный Феодосий твердо надеялся, что сам Господь сохранит от грабителей все, что нужно братьям. Что упование это было не напрасно, это подтвердилось следующим чудом. С увеличением числа братьям, преподобному отцу нашему Феодосию понадобилось расширить монастырь, так как необходимо было строить новые кельи. Вместе с братьями преподобный приступил к работам и начал возводить больших размеров ограду. И вот когда сломали старую ограду, и монастырь остался без ее защиты, в темную ночь пришли к монастырю разбойники и начали так рассуждать между собою. В церковных палатах скрыто у иноков имущество. Пойдем туда. Но когда разбойники приблизились с этой целью к церкви, они услыхали пение. Предполагаю, что это поют иноки, собравшиеся на вечернюю молитву, разбойники ушли оттуда в густой лес. Немного помедливши там, они опять подошли к храму. На этот раз также было слышно пение, и был виден чудесный свет внутри, а церкви же распространялось благоухание. Это происходило от того, что в церкви находились ангелы, славословившие Бога. Разбойники же, предположив, что это братья совершают теперь полуночное пение, опять удалились. Они решили еще подождать, чтобы, когда разойдутся иноки, войти в церковь и похитить все находящееся в ней. Таким образом, они многократно подходили к церкви и всякий раз слышали тоже пение ангелов. Между тем, наступило время утренней, панамарь по обыкновению начал ударять в колокол. Услышав звон, разбойники удалились в лес, разговаривая между собой. Что нам делать? Ведь в церкви, мы видели, должно быть привидение. Поступим так. Когда монахи соберутся в церковь, мы преградим выход им и убив их всех, завладеем их богатствами. Дождавшись, когда все иноки со своим наставником, блаженным Феодосием, собрались в церковь на утреннюю молитву, разбойники устремились к церкви. Они уже приближались к преступной целью к храму, когда вдруг были поражены страшным чудом. Церковь с находящимися в ней иноками стала подыматься и остановилась в воздухе на такой высоте, что разбойники не могли достать ее даже выстрелом. Они сильно испугались, увидав это в великом страхе и ужасе, возвратились домой. Пораженные чудом разбойники дали себе обещание с этого времени более не грабить. А начальник их с тремя товарищами, придя к преподобному Феодосию, покаялся и исповедовал ему все свои преступления. Выслушав его, преподобный прославил Бога, сохранившего не только церковное имущество, но и жизнь братьев. Отпущенные же со спасителями наставлениями игумена, разбойники удалились в славе и благодаря Бога и его угодника Феодосия. Подобное чудо во время игуменства преподобного Феодосия имело место вторично в той же монастырской церкви. Поистине эта церковь охранялась небо самим Богом, как незримо стоящая на воздухе под покровом самой Пресвятой Богородицы. Одному из бояр, христолюбивого князя Иислава, случилось раз ночью проезжать через поле, отстоящее попрично 15 от монастыря преподобного Феодосия. Вдруг он увидел вдалеке церковь, стоящую на воздухе под облаками. От такого видения боярин пришел великий ужас, однако с слугами своими тотчас же ускорил бег лошади, чтобы узнать, что это была за церковь. Когда же он приблизился к монастырю преподобного Феодосия, то церковь ее о глазах начала спускаться на землю и оказалась в монастырской ограде на своем месте. Тогда боярин постучал в ворота и, войдя в монастырь, рассказал о всем видении о своем преподобному. С этого времени боярин стал часто посещать преподобного и с наслаждением слушал его боговдохновенные речи. Впоследствии этот боярин уделил много своих средств на устроение монастыря и на украшение хранимой богом церкви. Как будет видно из следующего случая, Господь чудесно хранил не только самую церковь, но и имущество, принадлежавшее монастырю преподобного Феодосия. Слушалось раз, что нужно было некоторым людям доставить в город к судье пойманных грабителей. Дорога шла мимо одного поселка, принадлежавшего Печерскому монастырю. Когда связанных разбойников проводили мимо этого села, то один из них кивнул головой на село, сказал, «Однажды ночью мы приходили к этому селу, намереваясь убить людей и ограбить весь монастырь. Однако нам это не удалось, потому что, когда мы пришли, селение оказалось стоящим на такой высоте, что к нему совершенно нельзя было подойти». Так промыслитель Бог охранял имущество монастыря, внимая молитву уповавшего на него преподобного. Феодосий имел обыкновение обходить по ночам монастырь с молитвою, и ею, как крепкою стеной, ограждал обитель совсем находящимся в ней. Во время игуменства преподобного Феодосия Бог и Пресвятая Богородица не только охраняли от грабителей монастырь, но и помогали свыше украшения его. Один боярин, упомянутого князя Езеслава по имени Судислав Геуевич, в святом крещении Климент, отправляясь своим князем на войну, дал такое обещание. «Если Бог сподобит меня в добром здоровье возвратиться домой, то я пожертвую в церковь Еудосио-Печерского монастыря 2 гривны золота, а для иконы Пресвятые в Богородице изготовлю золотой венец». Много народа пало в этой битве, но все-таки враги были побеждены. Боярин, возвратившись невредимым с поля битвы, забыл о своем обещании. Несколько дней спустя он спокойно спал в послеобеденный час в своем доме. Как вдруг его разбудил страшный голос, называвший его по имени Климент. Пробудившись, он увидел перед собой икону Пресвятой Богородицы, которая находилась в монастыре преподобного Феодосия, и услыхал исходящий от нее голос. «Почему, Климент, ты не пожертвовал мне того, что обещал? Вот я и напоминаю теперь тебе об этом. Постарайся исполнить свое обещание». Как только голос произнес эти слова, икона тотчас исчезла из глаз боярина. Боярин страшно испугался видения и приготовил, сколько обещался золота, а также сделал золотой венец для украшения иконы Пресвятой Богородицы. Немедленно же пошел в монастырь и отдал все это преподобному Феодосию. Спустя некоторое время боярин пожелал пожертвовать в тот же монастырь Евангелия. С этим намерением он пришел к преподобному, имея под своей одеждой приготовленное для пожертвования Святое Евангелие. Помолившись, они хотели сесть. Но так как боярин все еще не показывал Евангелие, то преподобный сказал, «Брат Климент, сначала вынь обещанное Пресвятой Богородице Святое Евангелие, которое ты скрываешь под своей одеждой, и тогда сядем». Услышав это, боярин ужаснулся в прозорливости преподобного, так как он был убежден, что об Евангелии, которое он принес, никому ничего не было известно. То сейчас же, вынув из-под одежды Святой Евангелия, боярин отдал его преподобному. После этого они сели, и боярин, насладившись духовной беседой с Феодосием, возвратился домой. Господь многими чудесами своими доказал, что надежда и упование на Бога преподобного Феодосия были не напрасны. Особенно заметно обнаруживалась божественная помощь Печерскому монастырю тогда, когда в монастыре ощущался недостаток в чем-нибудь. В своей келе преподобный жил вместе с иноком Иларионом, обыкновенно в Святой Феодосии тихо произнося стихи Псалтире, прял волну или делал еще что-нибудь. А Иларион день и ночь писал книги. Вот этот таинок и рассказал потом о следующем случае. Раз вечером, когда они по обыкновению занимались, каждый своим делом, вошел в келью эконом по имени Анастасий и сказал преподобному, «Завтра у нас не на что купить съестных припасов для братьев и у нас нет денег для удовлетворения других потреб монастырских». Преподобный же отвечал, «Сейчас, как видишь, вечер, а завтрашний день еще далек, поэтому иди и с терпением жди. Молись Богу, Он позаботится о наших нуждах и помилует нас, если на то будет Его воля». Выслушав это, эконом ушел. Преподобный же тот час стал и отправился во внутреннюю келью петь по обыкновению свое правило. Возвратившись после молитвы, он сел и продолжал свое дело. Келью опять вошел в эконом и стал говорить о том же. Тогда преподобный сказал ему, «Не сказал ли я тебе молись Богу? Завтра иди в город и возьми необходимое для братьев торговцев займы, а потом, когда Бог поможет, отдадим долг». Иисус Христос истинно сказал, «Не заботьтесь о завтрашнем дне. Бог не оставит нас своей благодатью». Лишь только удалился эконом, как в келью вошел сияющий светом отрок в воинской одежде. Поклонившись, он положил на стол близ преподобного гривну золота и, ничего не сказав, вышел вон. Преподобный же встал и взял золото со слезами благодарности, помолился Богу. Наутро преподобный позвал привратника и спросил, не приходил ли кто в прошедшую ночь в монастырь. Привратник же отвечал, «Нет». Как только зашло солнце, я тот чашу затворил ворота и с того времени не отворял их, потому что никто не приходил в монастырь. Тогда преподобный призвал эконома и, отдавая ему гривну золота, сказал, «Как же ты говоришь, брат Анастасий, что нам не на что купить необходимое для братья? Вот, бери золото и иди покупать то, что нужно». Эконом же, поняв, что это пост на помилости Божией, поклонился святому в ноги, прося прощения. А преподобный получал его по этому случаю так, «Брат, никогда не впадай в отчаяние, но всегда укрепляйся верою в Бога и во всякой печали надейся на помощь Господа, ибо Он позаботится о нас, если будет на то Его воля. Итак, приготовь праздничное угощение для братьев, потому что это есть Божие посещение. Когда обеднеем, Бог тогда позаботится о нас, как было и сегодня». Подобным же образом пришел однажды к преподобному Кила им. Феодор и сказал, «У меня нет ничего стесного, что я мог бы предложить братьям к обеду?» Преподобный же, как и в тот раз, отвечал, «Иди, потерпи немного и молись Богу, Он позаботится о нас. А если мы не будем достойны Его милости, то подай к обеду вареную пшеницу с медом. Но мы должны надеяться, что Господь в пустыне, пославший хлебы непокорным людям, может и нам подать пищу». Выслушав это, Киларь удалился. А преподобный стал усердно молиться Богу. И вот по тайному внушению Божию первый боярин князя Изяслава по имени Иоанн прислал преподобному в монастырь три полных воза с ясными припасами – хлебом, рыбой, овощами, пшеном и медом. Получив все это, преподобный прославил Бога. Акеларю сказал, «Видишь, брат Феодор, Бог не оставит нас, если только мы будем надеяться на Него всем сердцем. Итак, иди и приготовь угощение, братья, так как это посещение Божие». Так радовался духовно преподобный из братьев во время трапезы и благодарил Бога за то, что нет лишения боящимся Его. Подобные чудеса Бог часто творил в Печерской обители по молитве преподобного. Однажды пришел из города к преподобному священник с просьбой одолжить вина для совершения божественной литургии. Тот же же святой Феодосий призвал церковного старосту и велел ему наполнить вином сосуд, которым пришел священник. Старост даже сказал, что у них у самих так мало вина, что его едва хватит на совершение трех-четырех литургий. Преподобный же отвечал ему, «Вылий все вино этому человеку, а о нас позаботится сам Бог». Старост, отойдя в сторону и не послушавшись приказания, святого отлил немного вина в сосуд священника, а остальное приберег себе на завтра для совершения божественной службы. Тогда священник пошел и показал преподобному, как мало отлил ему вина староста. Преподобный вновь позвал старосту и сказал ему, «Не говорил ли я тебе, чтобы ты отдал все вино, а о завтрашнем дне не заботился? Господь не допустит, чтобы церковь его матери осталась завтра без службы. Он еще сегодня пошлет вина с избытком». Тогда староста отдал священнику все свое вино и отпустил его. Между тем, после обеда к вечеру по предсказанию преподобного привезли три воза бочонков, наполненных вином. Это прислала в дар монастырю одна домоуправительница христолюбивого князя Всеволода. Видя совершившееся, церковный староста прославил Бога, девясь исполнения предсказания преподобного Феодосия, который сказал, что Бог сегодня же пошлет в обитель вина с избытком. Тот же церковный староста был свидетелем и другого подобного чуда, совершившегося по молитвам преподобного. Случилось это так. Когда под праздник Успения Пресвятой Богородицы не оказалось масла, необходимого для вожжения церковных лампад, церковный староста решил приготовить его из семян и этим маслом заменить деревянные при богослужении. Староста спросил разрешение на этого преподобного Феодосия, а так как тот ничего не возразил ему, то староста и поступил так, как задумал. Но когда он намеревался влить приготовленное масло в лампады, то увидел, что в сосуде с маслом плавает мертвая мышь. Тогда староста поспешно пошел к преподобному и сказал, «Я тщательно покрыл сосуд с приготовленным мною маслом и не знаю, как могла попасть туда мышь». Преподобный же, поняв, что это случилось по усмотрению промысла Божьего, сказал старости, «Нам следовало бы надеяться на Бога, что Он подаст нам все нужное, и нехорошо было действовать без веры в всемогущество Господне. Иди и вылей масло на землю. Немного подождем и помолимся Богу, Он сегодня же даст нам деревянного масла в избытке». Староста сделал, как ему было сказано. Преподобный же между тем встал в молитве. К вечеру один богатый человек действительно привез в дар монастырю очень большую бочку деревянного масла. Преподобный прославил Бога, так скоро услышавшего его молитву. Полученным маслом не только наполнили все лампаду, но его осталось еще больше половины. Таким образом братья отпраздновали с должной торжественностью светлый праздник Успения Пресвятой Богородицы. Вот еще одно из подобных же чудес, посредством которых Господь по молитве преподобного Феодосия удовлетворял насущные нужды обители. Христолюбивый князь Изяслав, впитавший к преподобному Феодосии истинно христианскую любовь, часто посещал его, находя наслаждение в его приятной беседе. В одно такое посещение он незаметно пробеседовал с ним до времени вечернего пения. Затем князь вместе с преподобным вошел, пошел в церковь. По устроению Божьей вдруг в это время пошел сильный дождь. Заметив это, преподобный, призвав ключаря, велел его приготовить обед для князя. «Отче», — сказал ключарь, — «у нас совсем нет меда, чтобы угостить князя и его спутников». Тогда преподобный спросил, «Неужели у тебя нет хотя бы немного?» «Да, отче, совсем нет», — отвечал ключарь. «Я давно порожний сосуд, даже порожний сосуд, в котором был напиток, перевернул, поставив его дном кверху». Преподобно же Феодосий преисполнены благодатных даров, как на то указывает и самое имя его. Феодосий попереводил с греческого, значит, данный от Бога, а в переносном смысле, наделенный дарами от Бога. Сказал, пусть так. Однако же ступай согласно моему приказанию и поверье в могущество имени Господа нашего, сладчайшего Иисуса Христа, ты найдешь мед в том сосуде. Ключарь пошел с верою во всемогущество Господа и увидел, что бочонок стоит на своем месте и наполнен медом, как предсказал преподобный. Ключарь в страхе поспешил рассказать преподобному о происшедшем. — Молчи, — сказал ему преподобный, — и не рассказывай об этом никому. Иди и подавай тот мед князю и его спутникам. Пусть кушают, сколько хотят. Угости этим медом и братью, это ведь благословение Божие. Спустя некоторое время дождь перестал лить, и князь отправился домой. В монастыре же осталось еще столько меда, что его хватило братьей на долгое время. В другой раз к преподобному пришел однажды старший пекарь и сказал, что в монастыре нет муки для печенья и хлебов. — Иди, осмотри житницу, — отвечал ему преподобный. — Может быть, найдешь там немного муки, и нам как-нибудь хватит до тех пор, пока Господь опять не позаботится о нас. Пекарь же сказал преподобному, — Я говорю тебе правду, отче. Я сам мел житницу, но там ничего нет, кроме оставшихся в углу трех-четырех горстей отрубей. Тогда преподобный сказал ему, — Верь мне, сын, что Бог может и эти оставшиеся отруби обратить в муку и ею наполнить нашу житницу, подобно тому, как при Илии. Он из одной горсти сотворил столько муки, что вдова с детьми питалась ею в голодное время до тех пор, пока урожай не доставил в избытке хлеба всем. И теперь Бог столь же могущественен, что может сотворить нам из недостатка избыток. Итак, иди и посмотри, не благословит ли Господь милости и то место, где хранится у нас мука. Выслышав эти слова, пекарь ушел. Войдя затем в житницу, он увидел, что пустой прежде амбар, теперь по молитве преподобного Феодосия, был так переполнен, что мука сыпалась на землю через края его стен. И инок ужаснулся, увидев столь славное чудо. Возвратившись, он рассказал все преподобному. — Иди, брат, — сказал ему преподобный, — и не говори никому о случившемся, пеки по обыкновению свои хлебы. — Эту милость послал нам Бог по молитвам святых братьев наших. Хваля и благодаря Бога за его такие великие благодеяния, преподобный отец наш Феодосий все ночи проводил в молитвах, обливаясь слезами и падая на колени. Он благодарил Бога за его великие благодеяния. Братья обители, приходившие к преподобному ежедневно перед утренней, брат, — брать благословения для начала богослужения, всегда слышали из-за двери, как игумен весь в слезах творит молитву, часто ударяя головою о землю. Преподобный же, услышав шаги, их умолкал и принимал вид спящего. Так что братьям приходилось иногда раза по три стучать в дверь, произнося каждый раз слова «Благослови, отче!» Тогда преподобный, показывая вид, что он только что проснулся, отвечал «Бог-то благословит вас!» И дав благословение, прежде всех приходил в церковь. Рассказывали, что он поступал так каждую ночь. Кроме этих подвигов, преподобный во время своего игуменства подвязался и во многих других трудах. Его никогда не видели отдыхавшим на постели, а когда по немощи телесной ему необходимо было отдохнуть после дневных молитв, то он засыпал лишь на короткое время и то сидя. Затем он вскоре же просыпался и шел ко всеночной, где молился, часто преклоняя колено. Также никогда не видели его моющим свое тело для удовольствия. Он омывал водой только руки и лицо. А когда иноческий устав предписывал братьям сухое едение, то он сам тоже вкушал сухой хлеб и похлебку, сваренный на масле, и пил лишь одну воду. Тем более никогда не видели его печально сидящим за трапезой. Он всегда имел веселое лицо, потому что его сердце укреплялось не пищей, а благодатью Божией. Каждый год преподобный переселялся на время великого поста в пещеру, где впоследствии было положено честное тело его. И там затворялся до наступления недели Ваии цветоносной. В пятницу перед цветоносной неделей во время вечерни он возвращался к братьям. Братья думали, что он безвыходно живет в известной им пещере, а на самом деле ночью тайна от всех. Он уходил в одно монастырское село, и там в другой пещере, находящейся в скрытом месте, пребывал один. Так что никто, кроме Бога, не знал о его действительно местопребывании. Оттуда перед пятницей на шестой неделе Великого поста он опять ночью уходил в первую пещеру, из которой в пятницу и выходил в братья. Так что все думали, что он весь пост пребывал в известной им пещере. Много скорбей и суетных мыслей внушали тогда преподобному в пещере злые духи, которые иногда наносили ему даже раны. Но Бог подавал ему невидимую силу для победы над ними, и духи никогда не могли заставить блаженного уйти из пещеры. Преподобный пребывал один в темной пещере, и не страшился множество полков князя тьмы. Но сам, как добрый воин Христов, молитвой и постом отгонял демонов от себя так, что они не смели потом к нему приблизиться, и только издали показывались ему в призрачных видах. Раз после вечернего пения в пещере Теодосий сел, желая немного отдохнуть. Вдруг раздался страшный вопль. Казалось, в пещере собралось множество бесов, причем одни ездили на колесницах, другие били в кимпаны, третьи играли на свиреле. От шума и голоса содрогалась вся пещера. Слышав все это, преподобный не испугался, не ужаснулся, но оградив себя, как оружием, крестным знаменем, встал и начал петь стихи из псалтыря. Землетрясения и шум тотчас прекратились. Но когда после молитвы он опять сел отдохнуть, опять послышался прежний шум и голос бесчисленных бесов, преподобный встал опять начал петь и опять шум прекратился. Так много дней и ночей беспокоили его злые духи, не давая ему заснуть хоть немного. Это продолжалось до тех пор, пока преподобный при помощи благодати Божией окончательно их не победил и не получил над ними такую силу, власть, что они уже не осмеливались приблизиться к тому месту, где преподобный стоял на молитве. Сами бесы стали бегать от него, как это подтверждает многочисленные ниже приводимые случаи. В помещении, где теклись для братьев хлебы, бесы немало досаждали братьям своими кознями, то рассыпали муку, то проливали квас, приготовленный для хлебов, делали и многие другие неприятности братьев. Однажды старший пекар рассказал о кознях демонов преподобному Феодосию. Тогда последний отправился в то помещение и, затворив за собой двери, пробыл там до утренней, все время молясь Богу. С того часа бесы навсегда оставили это место в покое и не делали уже там ничего злого. В другой раз пришел однажды к преподобному брат из монастырского села и рассказал ему, что в хлебе, куда загоняли скот, появились бесы, которые причиняли большой вред, не давая скоту есть. Многократно священник читал молитвы и окроплял помещение для скота с цветой водою, но ничто не помогало. Тогда преподобный, подкрепившись молитвой и постом, отправился в то село. С наступлением вечера он вошел в хлеб и затворил за собой двери и пробыл там на молитве до утра. С того часа бесы уже не появлялись в этом месте и никому в том селе не могли сделать ничего злого. Преподобный не только сам побеждал бесовскую силу, но и других учил, как избавиться от демонов. Если он узнавал, что кто-нибудь из братьев страдал от бесов, то учил такого брата не уходить с того места, но ограждать себя молитвой и постом и призывать Бога для победы над демонами. Преподобный так поучал братьев по поводу козней дьявольских. Сначала и со мной случалось подобное. Раз ночью, когда я пел в келье обычной псалмы, вдруг передо мной появился черный пес и притом так близко, что я не мог сотворить земного поклона. Долго стоял он так, и я уже хотел его ударить, как вдруг он исчез. Меня охватил тогда такой страх и трепет, что я намеревался бежать с того места, если бы Господь не помог мне. Немного придя в себя от ужаса, я начал усердно молиться и класть частые поклоны. С тех пор я совершенно перестал бояться бесовских наваждений, хотя бы бесы являлись перед моими глазами. Один из братьев Ларион, о котором было упомянуто выше, рассказал следующее. Много зла мне делали в келье бесы, так когда я ложился ночью спать, являлось вдруг множество бесов, которые, схватив меня за волос и наступая на меня ногами, волокли меня по земле, другие же из бесов, подняв стену, говорили, подтащим его сюда и задавим спиною. Подобное проделывали они со мной все ночи, а я, не будучи в состоянии терпеть это, пошел и рассказал все преподобному Феодосию, намереваясь переселиться, намереваясь оттуда в другую келью. Преподобный же сказал мне, молиться победой над тобой и сказать, что ты бежал от них. Если ты уйдешь, то бесы с той поры будут делать тебе еще больше зла, как получившая власть над тобою. Усердно молись в своей келью, и Бог, увидев твое терпение, поможет тебе победить их так, что они не посмеют и приблизиться к тебе. Я же вновь сказал преподобному, молю тебя, отче, позволь перейти в другую келью, теперь уж у меня нет сил оставаться более в старой келью, потому что там живет множество бесов. Тогда преподобный осенив меня крестным знаменем сказал, иди, брат, в свою келью, с этого времени лукавые бесы не посмеют причинять тебе никакого зла. Я с верой выслушал слова святого Феодосия и поклонившись преподобному вышел. С того времени дерзкие бесы уже не осмеливались приблизиться к моей кельи, насколько преподобный Феодосий был настойчив в борьбе с невидимыми врагами, настолько же мужественен в борьбе с видимыми врагами Христа Господа. Он имел такой обычай. Часто встав ночью тайно от всех, отправлялся он к евреям, и там мужественно вступал с ними в спор о Христе. Он укорял и обличал их, называя их преступниками закона и богоубийцами. Он как истинный подражатель Христа страстно желал принять смерть за исповедание имени Его именно от тех людей, от которых принял смерть и сам Господь наш Иисус Христос. Что этот мужественный исповедник имени Христова действительно имел желание пострадать за правду подтверждает следующий случай. Во время его игуменства невидимый враг князь тьмы возбудил растрю между тремя русскими князьями два брата по плоти Святослав князь Черниговский и Силаот Переяславский подняли неправую войну на своего старшего брата христолюбивого князя Изислава Киевского и прогнали его из стольного города Киева. Святослав Второй Ярославич княжил в Киеве с 1073 до 1076 года, а Севолоп Первый Ярославич с 78 по 93 Сев на его место в Киеве они послали просить преподобного Феодосия зайти к ним на обед. Преподобный же с мужеством и решимостью отвечал на их приглашение «Мне недостойно идти на трапезу неправды, как на трапезу Изавели». Когда же Севолоп удалился в свою Переяславскую область, а Святослав сел в Киеве на место Изислава, преподобный Феодосий начал беспрестанно обличать князя Святослава в том, что он не по праву сел на братний престол. Приходивших к нему княжеских послов, преподобный просил передать князю, что он не одобряет его поступка. Однажды он послал ему большое обличительное письмо, в котором, между прочим, писал «Голос крови единоутробного брата твоего вопиет к тебе к Богу, как кровь Авелева накаяна». По учению ему он напоминал в письме имена многих нечестивых древних братоубийц. Князь Святослав так разгневался, прочитав это письмо, что с гневом бросил его на землю и с того времени стал искать случая заточить преподобного Феодосия в монастырь. Братья же обители, сильно опечалены намерением князя, упрашивала преподобного прекратить обличение князя. Точно так же и многие бояре, посещавшие преподобного, передавая ему о княжеском гневе, советовали не противоречить князю. Ведь князь говорили, они намерен тебя заточить. Преподобный же, слыша, что они говорят о заточении, возрадовался душой и сказал, «Я весьма радуюсь этому братья. Нет для меня в жизни ничего приятнее, как быть изгнанным за правду, за нее я готов идти в заточение и на смерть». С того времени преподобный еще больше стал укорять князя в ненависти к брату, как бы желая вызвать этим распоряжение в своем заточении. Несмотря на свой гнев, князь не осмелился сделать преподобному какого-нибудь зла, зная его праведность и святость, так как он ранее завидовал своему брату князю Святославу в том, что он имел в своей области такого праведника, каким был великий Феодосий. Вскоре после этого преподобный Феодосий, поняв, что его жестокий укор не имеет успеха у князя, снисходя к просьбам братья, вельмож перестал обличать князя и начал с этого времени со слезами убеждать его, чтобы он возвратил своему брату его область. Тогда спустя несколько дней после этого князь Святослав узнал о намерении преподобного Феодосия прекратить обличение. Он очень обрадовался этому и послал спросить преподобного, решит ли он прийти ему в монастырь, разрешит ли или нет. А когда тот разрешил, князь с радостью отправился вместе с боярами в монастырь. Преподобный с братьями выйдя из церкви встретил князя с честью, так что все братья поклонились князю. Я не осмелился прийти к тебе отче, думая, что ты гневаясь не пустишь меня в свой монастырь, сказал князь преподобному. Преподобный же отвечал ему, что значит благие владыка, наш гнев при твоей власти, но нам подобает обличать и говорить то, что спасительно для души, вам же следует слушать это. Они вошли в церковь и помолились, а затем преподобный Феодосий на Писание, рассуждая о братской любви, так как князь винил во многом своего брата. После продолжительной душеполезной беседы князь возвратился к себе домой, славя Бога за то, что вподобился беседовать с таковым мужем и с тех пор стал часто посещать его обитель. Многократный сам преподобный Феодосий ходил потом к этому державному князю Святославу, напоминая ему о страхе Божьем и любви В одной из таких посещений преподобный встретил у князя музыкантов, игравших на разных инструментах. Все веселились. Долго преподобный потупил глаза, молча сидел подле князя, а потом сказал «Будет ли так на том свете?» Умиленный князь проследился и велел тотчас прекратить музыку играющим. И с тех пор, когда преподобному приходилось заставать музыку во дворце, князь узнав о приходе блаженного, тотчас же приказывал прекратить ее. Когда князя извещали о приходе преподобного, то нередко он сам выходил с радостным лицом и встречал ее перед дверьми дворца. Исполняя с радости, князь говорил пришедшему к преподобному «Отец, воистину говорю тебе, если бы мне сказали, что отец родной восстал из мертвых, я бы не обрадовался так, как твоему приходу, но в то же время и не боялся бы его так, как боюсь твоей святой души». «Если это так, как ты говоришь», отвечал преподобный, «то исполни мою просьбу, возврати своему брату престол, который отдал ему благоверный твой отец». Князь молчал на это, не зная, что ответить святому. Так сильно враг разжег его гневом, что он не хотел даже и слышать о брате. Впрочем, преподобный Феодосий молился Богу, день и ночь о христолюбивом князе Изяславе и на церковных службах приказывал поминать его, как законного киевского князя и старшего брата, а Святослава, как незаконно севшего на братний престол, запрещал поминать в своем монастыре. И только потом упрошенные братья ее, преподобный велел поминать их обоих. Но все-таки Изяслава первым, а Святослава вторым. Не желая быть свидетелем такой распри между русскими князьями, вышепомянутый блаженный Никон, постригший преподобного Феодосий, впоследствии во всем ему помогавший, вторично удалился из Печерского монастыря на полуостров Тьму-Таракань, где и основал свой монастырь. Преподобный же Феодосий после его ухода по-прежнему уже один продолжал свои труды. Так как во время его егуменства увеличилось число братьев настолько, что Ветхий Печерский монастырь оказался слишком тесным для братьев, то преподобный отец наш Феодосий начал помышлять о том, как бы и куда бы с помощью Божьей переселиться на более обширное место и там построить большую каменную церковь тоже во имя Пресвятой Богородицы. Бог внял молитвы праведника, одобрил выбранное им для переселения место и благословил постройку большой каменной церкви. Свою волю Господь обнаружил дивными чудесами. Один благочестивый и богобоязненный человек шел раз темной ночи мимо Ветхого Печерского монастыря и видел следующее. От монастыря исходил яркий свет, а преподобный Феодосий стоял перед церковью, воздев к небу руки и вознося к Богу молитву. Прохожий продолжал еще с удивлением смотреть на это, как вдруг видение изменилось и он увидел другое чудо. Над церковной крышей показалось очень большое пламя и, приняв вид дуги, перешло на другой холм, именно на тот, на котором преподобный Феодосий начал потом строить новую каменную церковь. И таким образом один край огненной дуги стоял над старой церковью и другой над тем местом, где предполагалось построить новый храм. Видевшее это чудо впоследствии поведало о нем в монастыре преподобного Феодосия. В другой раз ночью окрестные жители были разбужены пением множества голосов, слышавшихся близ обители. Они стали и, выйдя из домов своих, пошли на возвышенное место, посмотреть, откуда именно слышатся эти голоса. Тогда они увидели следующее. Ветхий Печерский монастырь был залит ярким светом. Множество иноков, выходя из старой церкви, шли на новое место. Одни несли икону Пресвятой Богородицы, а прочие с песнопениями сопутствовали первым, неся в руках зажженные свечи. Во главе всех шел отец и наставник иноков преподобный Феодосий. Дойдя до нового места, они сотворили на нем пение и молитву, а затем, возвратившись назад с пением, опять вошли в старую церковь. Множество свидетелей удостоверяло потом действительность этого чуда. А так как в выше помянутом шествии не участвовал ни один инок, то все поняли, что люди эти видели ангелов. На ознаменованном Богом столь великими чудесами мести, таким образом ставила строиться каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы. В постройке этой церкви принимал большое участие своими трудами и сам преподобный Феодосий. Он ежедневно приходил туда, тщательно наблюдал за работами и, насколько возможно, помогал строить работой вместе с каменщиками. Во время работы он так плохо одевался, что его можно было принять за последнего послушника, но никак не за игумена. Однажды, когда преподобный шел на постройку церкви, встретила его одна вдова, обиженная судьей, и спросила, «Чернец, скажи мне, где ваш игумен? Не в монастыре ли он?» «Что тебе нужно от него?» отвечал преподобный, «Ведь он тоже грешный человек». Женщина же ответила на это, «Я не знаю, грешен ли он или нет, зная только то, что он многих избавляет иду просить его, чтобы он защитил меня от обид несправедливого судьи». Преподобный, же разузнав ее дело, сжалился над ней и сказал, «Иди теперь домой, а когда возвратится наш игумен, я скажу ему о тебе, и он избавит тебя от беды». Выслушав его, женщина пошла домой, а преподобный отправился к судье, вняв просьбам святого Феодосия, судья, вошел в положение вдовы и, сделав снисхождение, возвратил ей все, в чем она была им обижена. Такими и подобными этому достойными праведника делами преподобный Феодосий сопровождал постройку Печерской Церкви во имя Пресвятой Богородицы. Он окончательно не отстроил этой церкви при жизни своей, но и после смерти своими угодными Богу молитвами помогал в этом который после него принял игуменство и продолжил начатую святым Феодосием постройку храма. Между тем Богу угодная жизнь преподобного отца нашего Феодосия стала склоняться к закату. Причувствуя свое отшествие к Богу, преподобный в день своей кончины велел собрать всю братью, позвав к себе не только находящихся в монастыре, но и всех почему-либо отсутствовавших и занятых делом, и даже всю монастырскую прислугу. Когда все собрались, он начал убеждать каждого со всяким усердием и страхом Божиим исполнять порученные ему обязанности. Со слезами говорил он о спасении души, о богоугодной воздержанной жизни, об усердном посещении церкви, о благоговейном страхе, с которым все должны стоять на богослужении, о любви и покорности в отношении не только к старшим, но и к своим сверстникам. Сказав об обязанностях каждого, он благословил братьев и отпустил ее с миром. Затем пришел посетить преподобного благочестивый князь Святослав. Его он учил своими благодатными устами благочестию, охранению православия и попечению о святых церквах. Затем он сказал ему «Я буду молиться Господу Богу и вовсе непорочной матери о укреплении тебя в благочестии. Дай Бог, чтобы правление твое было тихо и безмятежно. И вот я поручаю твоему благочестию этот святой Печерский монастырь и храм Пресвятой Богородицы по ее воле созданной. Перемежающийся страшный озноб и болезненный полящий жар так расслабили тело преподобного, что он должен был лечь в постель, на которую никогда прежде не ложился. В постели он говорил «Да будет воля Божия, как Господь соизволит, так пусть он и творит. Но молю тебя, Владыка мой Иисусе Христе, будь милостив к душе моей, пусть избегнет она лукавых демонов, пусть встретят ее твои ангелы и, проведя мимо воздушных мытарств, пусть приставят ее к свету своего милосердия». Сказав это, он умолк. Три дня преподобный не мог ни говорить, ни открыть глаз, так что его можно было принять за умершего, если бы не было заметно слабого дыхания на устах его. Опасная болезнь святого старца причиняла братья великую скорбь и печаль. Пробыв три дня в такой болезни, преподобный поднялся с одра своего и сказал собравшейся всей братье, «Братья моя и отцы, вот моя жизнь кончается, это Господь мне открыл в пещере великим постом. Подумайте между собой, кого бы вы хотели иметь у себя игуменом вместо меня?» Сильно опечаленные этими словами, братья начали плакать. Выйдя от преподобного и посоветовавшись, все иноки согласились избрать себе игуменом уставщика Стефана. И уставщик это управитель хора регент. На другой день преподобный снова созвал всех братьев и спросил их, «Как вы решили между собой дети? Кто из вас достоин быть игуменом?» Все сказали, что игуменство достоин Стефан. Подозвав к себе Стефана, преподобный благословил его на игуменство вместо себя и сказал ему, «Вот, чадо, передаю тебе монастырь, тщательно береги его, какой порядок в службах завел я, такой соблюдай и ты, и во всем держись монастырского предания, уставы не изменяй, но все делай по закону и монастырскому чину». Братья же преподобный долго получал, завещевая им слушаться нового игумена. Затем отпустил всех, предуказав им день своего представления в субботу. После восхода солнца, сказал он братьям, «Душа моя выйдет из тела». Затем преподобный снова позвал к себе одного Стефана и наедине много поучал его о том, как пасти святое стадо. Так как преподобный сильно ослаб от болезни, то Стефан, не отлучаясь, со смирением служил ему. В наступившую субботу на рассвете святый Феодосий послал за братья. Когда все иноки собрались, святой прощаясь, любовью поцеловал каждого. Они же горько рыдали, предвидя скорую потерю такого доброго пастыря. Святой Феодосий, уже совсем приготовившись к смерти, сказал им, «Дети мои любезные и братья мои, я всех вас облобызал потому, что отхожу к моему владыке Иисусу Христу». Вот вам игумен, которого вы сами выбрали, почитайте его за духовного отца, слушайтесь его, и по его повелению творите все богу угодное. Бог же, сотворивший все словом премудростью, пусть сам благословит вас и сохранит от наветов лукавого, да сохранит он вас до последнего издыхания вашего, твердую непоколебимую веру и любовь друг к другу. Затем молю вас и заклинаю, похороните меня в той одежде, в которой я нахожусь теперь, и положите тело мое в ту пещеру, где я пребывал великим постом. Ни в каком случае не омывайте моего убогого тела. Пусть никто из мирских людей не видит моего погребения, вы одни иноки, положите меня в указанном мною месте. Слушая слова святого, братья сильно плакали. Преподобный снова стал утешать их, говоря, обещаю вам, братья и отцы, что хотя я отхожу от вас телом, но душою своей всегда пребуду с вами. После этих слов преподобный всех отпустил, не оставив при себе никого. Один из братьев, который постоянно ему служил, просверлив скважину в двери и посмотрел, что он делал. Преподобный поднявшись с постели пал низ со слезами, молил милостивого Бога о спасении души своей. Своей молитвы он призывал на помощь всех святых и более всего пресвятую владычецу нашу Богородицу, которой он поручал свое стадо и самую обитель свою. После молитвы он снова лег на постель, а затем немного отдохнув, поднял глаза к небу и с радостью на лице громким голосом сказал, «Благословен Бог! Если это так, то уже я не боюсь, но еще с большей радостью отхожу от этого мира». Надо додумать, что, произнося выше приведенные слова, он созерцал какое-то видение. Потом он выпрямил ноги и, сложив крестообразно на груди руки, предал святую душу свою Богу и присоединился к лику святых отцов. Это произошло в 1074 году 3 мая в субботу, как предсказал преподобный после восхода солнца. Горячо оплакав кончину святого Феодосия, братья отнесли святое тело его в церковь и там совершили обычные молитвы и песнопения о представившемся. По божественному устроению о кончине преподобного точас узнало очень много людей. Народ и многие из бояр, собравшиеся по собственному усердию монастырских ворот, ожидали времени, когда вынесут тело преподобного из монастыря для погребения в пещере. Братья же затворив ворота, никого не пускали в монастырь, дожидаясь времени, когда разойдется народ, чтобы предать погребению тело преподобного, как он сам завещал об этом в отсутствии мирян. И вот по воле Божией небо внезапно закрылось тучами, пошел сильный дождь, только что народ разошелся, как опять засияло солнце. Тогда братья вынесли из церкви тело преподобного и с честью положили его в пещере. В момент кончины праведника князь Святослав находился недалеко от Печерского монастыря. Вдруг он видит над монастырем огненный столб, простиравшийся от земли до неба. Догадавшись о кончине преподобного, князь сказал присутствовавшим, это, как я думаю, сегодня приставился от земли к небу преподобный Феодосий. Я вчера был у него и видел, что он находился в очень тяжелой болезни. Он постал узнать о преподобном и когда удостоверился в его смерти, много плакал. В год смерти блаженного Феодосия по молитвам его все монастырские сокровища стали умножаться, в полях было обилие, в монастырских животных большой приплод. Такого года еще не было прежде. Видя это, братья вспомнили обещание святого отца своего и прославили Бога за то, что он сподобил угодника своего блаженного Феодосия благодатных даров своих. Благодатные дары обнаружились после смерти святого Феодосия многими чудесами, которые творил святой по усердной молитве всех, призывавших его на помощь. В описываемое время князь Святослав сильно прогневался на одного боярина. Многие говорили, что князь хочет послать его в заточение. Боярин же тот усердно молился Богу и призывал на помощь преподобного Феодосия, говоря, «Знай, отче, что ты свят, вот я в беде, будь милости ко мне, свою молитву к небесному владыке избавь меня от беды». Когда боярин уснул, ему явился во сне преподобный и сказал, «Что так печалишься? Неужели ты думаешь, что я совсем ушел от вас? Если телом я и отлучился, но душой всегда пребываю с вами. Вот завтра князь без всякого гнева призовет тебя и опять возвратить тебе прежний чин». Опомнившись и придя в себя, боярин увидел сзади близ двери выходившего из комнаты преподобного. Предсказанное святым Феодосием действительно сбылось, и боярин с этого времени стал питать еще большую любовь к печерскому монастырю. Собираясь в путь, один человек принес в монастырь преподобного Феодосия ковчежец серебра и отдал его на сохранение своему знакомому иноку по имени Конону. Об этом узнал инок Николай и, украв по бесовскому научению, тот ковчежец скрыл его. Возвратившись Конон не нашел в своей теле серебра и, сильно опечалившись по этому поводу, стал со слезами молиться Богу, призывая на помощь преподобного Феодосия. Заснув после молитвы, Конон увидел явившегося к нему преподобного Феодосия, который сказал ему, то серебро, о котором ты печалишься, взял по дьявольскому внушению инок Николай и скрыл в пещере, притом потом открыл, где было спрятано золото, он сказал ему, иди и никому не говоря об этом, возьми свое. Проснувшись, обрадованный инок быстро встал и, затеплив свечу, отправился в указанное место. Найдя похищенное, он возблагодарил Бога и его угодника преподобного Феодосия. Имел место и следующий случай. Один клирик Святой Великой Соборной Киевской Софийской Церкви сильно за ним мог. Все тело его пылало от сильного внутреннего жара. Придя в чувство, он помолился Богу и преподобному угоднику его Феодосию, прося облегчить его страдания. Едва он уснул, как увидел во сне преподобного Феодосия, который подавал ему жезл, сказал, возьми и ходи с ним. Проснувшись, больной почувствовал, что жар в теле его слабеет и болезнь прекращается. А когда после этого он выздоровел, то пошел в Петерский монастырь и рассказал братьям, как он исцелился от болезни по молитвам преподобного Феодосия. Иноки же прославили Бога, давшего такую благодать праведнику. Был еще и такой случай. Во время своего игуменства в Петерском монастыре преподобный Феодосий постановил, чтобы в пятницу первой недели Великого Поста подавались на трапезу братья как добрым подвижникам, потрудившимся в воздержании совершенно чистые хлебы, обязательно с медом и маком. Это постановление соблюдалось всегда и блаженным Стефаном, поставленным в игумены самим преподобным Феодосием. Настоятельствовал с 1074 по 1078 год. После Стефана принял игуменство в Петерском монастыре блаженный Никон с 78 по 88 и он в наступившую пятницу первой недели Великого Поста приказал Келарю сделать согласно установлению преподобного Феодосия. Келарь же ослушался повеления игумена и не исполнив установленного преподобным Феодосием под предлогом, что нет муки для таких хлебов. Но сам Бог не допустил погибнуть установленному преподобным Феодосием обычаю. Когда после литургии братья направлялись в трапезную на постный обед, откуда-то неожиданно привезли им ввоз чистых хлебов. Видя это чудо, братья прославили Бога и его угодника, не оставлявшего их и после своей смерти. Они прославляли отца и наставника своего преподобного Феодосия, хранившего для благоденствия иноков свое установление и исполнявшего свое обещание всегда оказывать обители помощь, право испрашивать которую у Господа он заслужил своими богоугодными делами. С поспешествуемой святыми дерзновенными молитвами преподобного Феодосия Досподобимся и мы получить дар Божий жизнь вечную со Христом Иисусом Господом нашим славимым с Богом Отцом и Святым Духом вовеки Аминь. Несколько пояснений Несомненности преподобному Феодосию должны быть приписаны следующие пять поучений поучения в среду третьей недели Великого Поста на часах о терпении и любви поучения в четверг третьей недели поста о терпении и любви о посте поучения в четверг третьей недели поста на часах о терпении и милостыне поучения в пятницу третьей недели поста о терпении и смирении и наконец пятое поучения в пятницу третьей недели поста на часах о хождении в церкви и о молитве кроме того преподобному Феодосию приписывается еще следующее поучение поучение к келарю об его обязанностях поучения, о казнях Божьих, полагая, что оно было сказано преподобным Теодостям в 1067 году после несчастной битвы с половцами, поучения относительно обеда и питья для братьев, слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере, наказание отца духовного к детям о пьянстве, слово о том, как крестился Владимир, казьма, возьма, корсунь и, наконец, некоторые отрывки из поучения преподобного Феодосию. Также приписываются два поучения на вторник и среду третьей недели Великого Поста с именем святого Феодора Студита, а также и некоторые другие. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.